Ирина Хакамада Рестарт Как прожить много жизней Слово автору Введение обязательно к прочтению Это книга продолжение трех предыдущих Успех в большом городе, да у жизни, предвкушение себя Я выдаю книги не часто, где-то раз в 3-4 года Дело в том, что каждая из них связана для меня с определенным этапом становления При встрече с вызовами судьбы и открытие новых личностных возможностей Что-то происходит, появляются новые знания и опыт Они осмысливаются в диалоге с миром И после этого накопленным потенциалом можно уже делиться Цель одна – помочь тому, кто себя ищет, обрести баланс Двигаясь в хаотичном пространстве и времени Попробую уточнить, опираясь на авторитеты Известный психолог, профессор Гарвардского университета Тимоти Лерин Провел анализ формирования сознания человека Мы всегда стремимся к вершине С этим стремлением связаны 4 уровня свободы Это я цитирую И 4 уровня социального слияния индивидуумов современного общества Книга «История будущего» Первая свобода – биологическая Выживание биологического вида, здоровья, доступ к источникам жизнеобеспечения То есть, когда мы хотим биологически выжить Мы, конечно, инстинктивно боремся за свое здоровье И за то, чтобы пожрать, попить и вообще все дела Вторая – территориальная свобода То есть, мы инстинктивно от рождения защищаем жизненное пространство Свою территорию Третья – технологическая свобода Но вы это чувствуете на себе Мы все хотим владеть продуктами человеческой деятельности Мало того, их еще эффективно использовать Все наши айфоны, все наши айпеды и вообще все на свете Четвертая – культурная свобода Кажется, что это связано с культурой На самом деле, это свобода выбирать стиль жизни и социосексуальную роль Вспоминайте, кто какой сексуальной ориентации Сколько по этому поводов, кто на это имеет свободу Эти четыре уровня свободы определяют материальное существование Первые – низшие ступени личностного развития Почему низшие? Ну, потому что все в инстинкте, все заложено Сильно напрягаться и чему-то учиться не надо Но на более высоких уровнях полярии существует еще четыре уровня свободы Соматическая – свобода управлять ощущениями своего тела Второе – нейрофизическая – свобода расширять, ускорять и контролировать собственную нервную систему Третье – генетическая, но это понятно Изменять по собственному желанию все поломки в своем генокоде И, наконец, энергетическая То есть порождать собственную энергию Расширять эту энергию и управлять этой энергией Но вы сразу поняли, что последние две – это что-то совсем недоступное Больше похоже на научную фантастику, на грани с эзотерикой А вот первые две – соматическая и нейрофизическая То есть управлять своим телом и управлять своими нервами Вполне актуальны и становятся важной жизненной мотивацией Особенно для современного поколения Которое условно можно назвать поколение Z То есть это поколение, рожденное просто в обнимку с компьютером С последней книги в предвкушении себя прошло около четырех лет Четыре года рецессии в России, усиления мирового хаоса, технологических прорывов Выхода во взрослую жизнь информационно-цифрового поколения Все перечисленное я как-то приняла и поплыла Проходя водовороты, не наталкиваясь на рифы В том числе и за счет открытия новых уровней свободы Не связанных с материей вызывания социума Книга как раз об этом опыте Все их главы связаны друг с другом Лучше читать их в первый раз последовательно Не выдергивая отдельные куски текста Но бывает такая манера О, мне нравится название этой главы Прямо я в луче с нее начну Нет, у вас ничего не получится Потому что текст очень логически связан с предыдущими главами Метод изложения прост История вопроса Потом мой опыт Потом обобщенные инструменты для достижения результата Подчеркиваю, инструменты, а не модели поведения Вы все неповторимы И ситуации ваши тоже неповторимы Но если вы овладели инструментами Такими как интуиция Начинать рестарт и перезагружаться Эмоционально регулировать себя И управлять своим я в сообществе Вы создадите частные модели На каждый момент изменчивой ситуации Подобный метод сложнее в освоении Чем просто копирование чужого опыта Так и хочется Взять прямо пять шагов к успеху по команде Бум-бум-бум-бум И пошел исполнять Ну, может быть, это и проще Зато толку от этого будет очень мало То есть результативнее использовать, конечно, инструмент И создавать свою модель Такое поведение более гибкое Органично в вашей натуре И самое главное Порождает самоподкрепляющийся эффект поведения В соответствии с качественным изменением Окружающей среды Боже мой, какое длинное предложение Но суть ясна Если вы сами создаете модель Дальше вы ее сами и развиваете И быстрее реагируете на все изменения Не пропускайте Особенно мужчинам Прошу вашего внимания Короткие художественные отступления автора Я между главами написала Несколько художественных новелл Часть событий в этих новеллах являются реальными И часть допридуманной Они дают возможность отдохнуть вам От довольно сложного текста основной главы И приучают получать информацию в образной форме Потому что там она тоже заложена Итак, предложенная книга Поможет стать более устойчивым В неустойчивом мире Мы живем в условиях Постоянного усложнения технологий И сейчас прогресс идет по экспоненте Этот экспоненциальный рост Наметился с 19 века Когда скорость нововведения Возросла по сравнению С равномерным небольшим приростом Происходившим в предыдущие столетия В наше время она достигла таких величин Что близка к технологической сингулярности После которой все события Станут абсолютно непредсказуемыми Ну, привожу пример Uber Одна из самых быстро растущих компаний Которая использует новые формы Предоставления такси услуг Ей всего около пяти лет Но уже сейчас ее эксперты Ломают головы над тем Что будет делать компания Лет через 10-15 Когда дороги займут машины без водителя Простой подсчет Количество предстоящих увольнений Показывает миллиарды долларов Расходов просто на выходные пособия В этом случае компания умрет То есть она умрет по причине Следов которой на данный момент В работе компании просто нет И вот другой пример из настоящего Человек, пытаясь воспользоваться Всеми достижениями IT-технологий Стремится заработать деньги В социальных сетях На криптовалютах Модернизируя управление В своих компаниях И как это ни странно Столько суетясь и делая Такие сложные вещи Все время сталкивается С невозможностью прогнозировать Успех и доход Даже на год Не говоря уже о каких-то Долгосрочных планах Биткоин, пожалуйста Вломились все туда Он резко упал И пока что он подняться не может Скрытые процессы Экспоненциального роста И сингулярности Проявляются то в неожиданных взлетах То в провалах Например, у вас вроде бы Стабильно растет количество клиентов В потребители ваших услуг Вы решили ускорить рост И вложили кучу денег В традиционную рекламу В расчете на сверхприбыль Вы развесили баннеры Вы купили радиорекламу Вы вломили прорву денег В телевизионную рекламу В общем, сидите и ожидаете Что клиентов теперь будет невыносимо много А получилось наоборот Почему-то клиенты стали уходить Или обратный случай Вы сделали что-то случайное Например, перепутали ценник на услугу И приписали лишний ноль В результате получили Азотажный продаж От непредсказуемости будущего И от того, что проверенные методы Работают в холостую У вас начинают сдавать нервы Вы суетитесь И делаете неверные шаги Продолжение следует...